Действительность превзошла самые худшие мои опасения. Сегодняшний внешнеполитический кураж Путина, вдохновленного ослаблением западной поддержки Украины, порожден самими украинцами, увы. Путин проигрывал гибридную войну в Украине, и западные санкции наносили ему серьезный ущерб. Но синхронная истеричная кампания кремлевских и ведущих украинских телеканалов, владельцами которых являются Коломойский и Медведчук, против придуманной ими так называемой партии войны, преподнесла военному преступнику воистину царский подарок. Обличая предыдущую власть как партию войны, капитулянты предоставляли тем самым мировому сообществу само украинское государство в качестве партии войны и снимали с Путина ответственность за агрессию. А сегодня те же мерзавцы лицемерно сокрушаются по поводу усталости Запада от Украины. Следующим логичным шагом на пути ползущей капитуляции стало принятие украинской властью путинского нарратива о выборах в Донбассе. Так называемая формула Штайнмайера так настойчиво навязывалась оккупантами из-за трех слов в ней, единственных трех слов «выборы на Донбассе» и подписи под этими словами украинской страны. Согласившись в принципе с проведением оккупантами выборов на оккупированной территории без выполнения семи условий Дарки и Олифер, капитулянты накинули удавку на шею Украины, а в Париже вся нормандская четверка будет ее дружно затягивать. Другой повестки дня там просто не планируется. Согласившись с путинской интерпретацией минских соглашений и взяв на себя односторонние обязательства покорно идти по пути воссоединения с Ордло, верховные власти «Слуги народа» практически перевели себя в статус опущенных украинских экспертов на зоне российского телевидения. Как и те жалкие создания, украинские руководители вынуждены теперь вечно в чем-то оправдываться, рапортовать Кремлю о выполнении его требований, заверять его о смирении, получать в ответ плевки и оскорбления за недостаточное рвение, лишь бы быть допущенными в Париже к пахану земного шара. Более того, какой-то очередной дегенерат из квартала 95, сколько же их там, боже, уже ведет в Лугандоне избирательную кампанию, прикидывая, сколько миллионов голосов «Слуги» смогут прихватить оттуда на следующих выборах. Так называемые «Слуги» любят повторять «За нас, за партию мира проголосовали 73% избирателей, и мы выполняем их волю». Это ложь. За мир проголосовали 99% украинцев. Никто в Украине не хочет продолжения гибели своих сограждан. Но люди голосовали за прекращение огня, а не за присоединение Украины к Ордло. «Слуги» иезуитски подсовывают волю избирателей, называя миром капитулянское воссоединение с Ордло. После окончательной капитуляции, скорее всего, прекратятся постоянные обстрелы с российской стороны на линии соприкосновения войск. Но после проведения оккупантами выборов по формуле Сталина-Штайнмайера и братского воссоединения исчезнет за ненадобностью сама разделительная линия, и на территории Украины окажется совершенно легальный военный плацдарм оккупантов для их дальнейшей экспансии. Выстрелы диверсионных групп, доведенных до отчаяния вежливых шахтеров и трактористов, раздадутся уже в Мариуполе, Харькове, Одессе, Днепре, в Москве и не скрывают подобных планов. Наоборот, ими там бахвалятся. Как говорит Сурков, нам нужно не возвращение Донбасса в Украину, а присоединение Украины к Донбассу. Но даже откровение него, устремление русского мира артикулировал русский фашист, итальянский резидент выродок Шапира Соловьев. Каждый украинец, преодолев отвращение, должен посмотреть в глаза этой твари. И тогда уже никому, может быть, не захочется ехать в Париж, чтобы посмотреть в глаза еще одному подобному человеку. До последнего своего вздоха во власти Путин будет неустанно добиваться уничтожения ненавистной ему независимой Украины. Подлинный мир – это возвращение братским, в кавычках, агрессорам всех оккупированных территорий. Он обязательно наступит, но в сегодняшних обстоятельствах он невозможен. Сегодня реальное перемирие, прекращение огня на разделительной линии, прекращение гибели людей – кстати, это базовое требование минских соглашений, которое так до сих пор и не выполнено, невозможно. Да, это замораживание конфликта, новое Приднестровье. Но то, что сегодня пытаются навязать Украине, намного хуже, чем Приднестровье. Странно, что такую простую вещь не понимает Зеленский или притворяется, что не понимает. Воссоединение с Ордло – это легитимизация российской агрессии, гарантированное расползание конфликта на территорию всей Украины и потеря суверенитета страны. Тот мир, который потребовал на выборах у своей власти народ Украины – это не самоубийственное воссоединение с Ордло под диктовку Путина, Суркова или Соловьева. Мир, который сегодня ждут в Украине – это, первое, прекращение постоянного, провоцируемого российской стороной кровопролития на линии разделения сторон. Второе – освобождение сотен украинских заложников, захваченных властями РФ на оккупированных территориях. Отказавшись от ползущей капитуляции, от совместных игр с оккупантами и выборы на оккупированной территории Украины, Украина сможет снова мобилизовать международную поддержку для достижения своих законных и справедливых целей. Западный политикум – это не только полезные буржуазные идиоты или скупленные на корню эксперты Валдайского клуба. В мире растет понимание, что события, происходящие в Украине, имеют глобальные измерения. Хороший Гитлер и его поклонники в России и за рубежом – это современная инкарнация мирового зла и мирового быдла одновременно. Если Украина не устоит и случайные гопники во власти отведут ее на аркане Ордло в российское стойло, падение Украины станет для Путина таким же опьяняющим наркотиком, как для Гитлера аншлюз издача ему западом Чехословакии. Не до фюрер, не до империи устремится заполнить геополитический вакуум не только на Ближнем Востоке. Ну а там уж как доктор прописал – кто в рай, а кто просто сдохнет. Андрей Пянковский Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...